Уважаемые участники! 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 Буклетики, плакаты, картинки для встраивания, допустим, на свой преподавательский блог или сайт. Если это видео, то видео сейчас вообще просто даже, мне кажется, не обсуждается, для чего нам нужно видео. Это очень популярно. И что характерно здесь, как я прочитала перед этим, что можно интегрировать прямо в видео или во время видеосвязи. То есть можно создать именно видеоконференцию в реальном времени, например, с учеником, выйти в эфир с учениками, даже урок провести. А можно, допустим, для, например, работы записать видео с презентацией про языком, да, вы там, допустим, создали презентацию и записали видео такое, да, сделали, может быть, для изучения какого-то нового материала, например, удобно для, например, проведения в формате смешанного обучения, да, в формате перевернутого класса, например, где ученик изначально дома изучает какую-то информацию, а потом уже приходит на урок. Как раз-таки вот такие видео можно записывать и для, как бы, вот такого вот формата работы. Вот. Далее также у нас платформа, так как она сотрудничает с такими известнейшими продуктами, ресурсами, как Microsoft, Zoom, GoToMeeting и так далее. Далее, что нам это дает? Это дает то, что мы можем показать свою презентацию прямо во время прямого эфира, во время конференции. Например, вы проводите конференцию там или общаетесь с коллегами в Zoom, да, или с учениками. Вы можете подключить через Zoom, подключить презентацию Prezi.com и, соответственно, здесь в прямом эфире как бы демонстрировать, показывать все то, что необходимо для работы, да, например. Вот. Далее. Что же полезного здесь все-таки данный онлайн-сервис предоставляет для учителя? В первую очередь, это возможность работать в оффлайн и онлайн-режиме, об этом я уже сказала. Далее у нас удобство – это совместная работа нескольких человек над одним файлом. Да, здесь можно как раз-таки организовать этот совместный доступ. Сейчас нам, ну, просто, можно сказать, в каждом онлайн-сервисе необходима как раз-таки возможность совместной работы, потому что если это удаленный режим, то это очень удобно, либо эта работа может быть над каким-то проектом, это тоже очень удобно. Да даже работа между коллегами, да, может, подготовка к какому-нибудь конкурсу и совместная работа там по планированию, это тоже очень удобно. Вот. И это доступ к различным другим девайсам, что позволяет начать на компьютере, закончить, например, на планшете, да. То есть здесь без проблем вы можете запустить, допустим, про языком как с компьютера, как с телефона. Вообще, как бы, очень легко это все происходит в данном онлайн-сервисе, можно работать без проблем. Вот. По сути, у меня здесь тоже, да, кстати, линейная, получается, структура по-хорошему, хотя мои вот эти вот, так скажем, слайды, они просто расположены в разных местах, но в том числе я все-таки это где-то даже линейно получается. Какие примеры использования онлайн-сервиса могут быть в образовательной деятельности, да. В сфере, в образовательной сфере презентации, созданной в PreyZi.com, можно использовать для развития познавательного обучения за счет возможности создания динамичного, хорошо анимированного сюжета. Это очень замечательно. Далее, допустим, масштабирование объектов позволяет акцентировать внимание учеников или там ваших коллег на главном и второстепенном при подаче, например, материала. И группировка и навигация между объектами, да, которые происходят, обеспечивают установление причинно-следственных связей, определяют порядок восприятия учебного материала. Вот. Это то, как можно использовать данный онлайн-сервис в педагогическом, да, так скажем, направлении. Если говорить о самом онлайн-сервисе в плане преимуществ и недостатков, конечно, здесь в работе уже вы поймете, какие есть преимущества, какие есть недостатки. Я выделю буквально там несколько. Скажу о том, что к преимуществам основным можно отнести то, что это необычное оформление слайдов, необычное оформление каких-либо других там графиков, например. Это то, что есть встраивание видео в презентацию. Это то, что можно использовать на разных девайсах, да, на планшетах, телефонах и так далее. Это то, что есть оффлайн и онлайн. И это то, что вообще на самом деле простота и лаконичность. Не зря как бы в нашем названии вебинара мы говорим про лаконичность. Вот по мне так это просто какая-то вот такая она лаконичная красивая презентация получается. Основной недостаток, два, на мой взгляд. Конечно, он англоязычный, но этот недостаток мы можем компенсировать тем, что мы можем запустить наш Prezi.com в браузере Google Chrome, который совершает автоматический перевод страницы с английского на русский. Но вот есть один такой недостаток в том, что данный онлайн-сервис является по большей части платным. Поэтому основные функции, они недоступны в бесплатной версии, они доступны только в платном режиме. Там тоже есть несколько моментов, которые можно использовать, да, в платном режиме и подключить несколько платных режимов. Там уже как бы в зависимости от того, для чего вы используете, с какой целью. Сейчас я вам уже, соответственно, покажу непосредственно сам онлайн-сервис. И смотрите, онлайн-сервис требует регистрацию, сразу скажу. Соответственно, для того, чтобы зарегистрироваться, я сейчас просто уже, наверное, не буду выходить. Он требует регистрацию, но если у вас создан аккаунт на Google или это аккаунт Apple ID или Microsoft, то вы можете зайти и использовать данный онлайн-сервис через этот аккаунт. Поэтому у меня здесь и фамилия стоит другая неправильная, потому что я используюсь здесь, пользуюсь данным аккаунтом через аккаунт Google. Вот, смотрите, когда вы заходите на пространство данного онлайн-сервиса, попадаете у вас, вот здесь есть, в принципе, онлайн-сервис, предоставляет такие видеоинструкции, как создать, например, видео. Если мы, допустим, перейдем в прайзи-видео, там тоже будут инструкции о том, как создавать более подробные, так скажем, их несколько, как создавать видео и как использовать вообще данные возможности. Вот, ну а мы с вами по порядку сейчас. То есть здесь, допустим, есть несколько вкладок. Они переведены, соответственно, на русский язык уже браузером, поэтому они могут иметь неточное немножко какое-то там наименование, но тем не менее нам понятно. Где вкладочка «Все проекты»? Здесь вы увидите все те проекты, к которым вы относите какое-либо отношение. Если вы владелец, значит, вы здесь увидите все проекты, в том числе и видео, и какие-то плакаты, и какие-то черновики, которые, допустим, вот вы там пытались создать, а не закончили работу с данным проектом, то здесь все сохраняется. Вот та презентация, с которой мы сейчас с вами работали, которую я вам демонстрировала. Здесь также есть уже готовые шаблоны, к которым вы можете перейти. Шаблоны разные, шаблоны для участия, простите, шаблоны для создания презентации, для создания видео, для создания постеров и так далее. То есть здесь вот просто приведены различные шаблоны на различные вот эти вот направления. Далее, если вы, соответственно, хотите уже работать с видео, если вы хотите разнообразить свой урок, например, да, как я говорила, использовать для, возможно, изучения нового материала, например, дома, вы записываете какую-то видеоинструкцию, да, либо, может быть, это использование, может быть, какой-либо, в рамках какого-либо, какой-либо работы для самих учеников, да, вы, как бы, говорите, что, ну, там, допустим, задание, где им необходимо создать видео, то здесь можно как бы вот как раз-таки это и сделать. Мы переходим во вкладку «Прайзи видео», и здесь у нас есть вот такая вот кнопочка, куда мы нажимаем и переходим к быстрозаписи наше видео. Вот, если мы, например, нажмем на данную вкладочку, будет записываться именно видео. Смотрите. Но если мы, например, хотим провести именно видеоконференцию, то есть именно поработать в онлайн-режиме, в формате конференции, подключаться, пообщаться с учениками, провести урок, да, где вы будете на презентации демонстрировать какие-либо, допустим, там, ну, тему урока, да, рассказывать, то здесь это можно сделать, нажать на видеоконференцию. Но сразу скажу, что, к сожалению, данная функция только в платной версии, поэтому нет возможности сейчас такую конференцию организовать, чтобы там, ну, подключиться и поработать. Вот. Видите, когда мы переходим в конференцию, у нас вот такой значок появляется «Скачать про изи-видео для рабочего стола». То есть есть отдельный, можно скачать для рабочего стола программку, про которую я говорила, отдельно получается. Вот она у меня, в принципе, программка есть. Вот я ее скачала, к примеру, и я могу уже не иметь даже онлайн-доступ, она не имеет доступа в интернет, записать видео, допустим, для работы на уроке, да, или там, видео для ученика, там, работы на домашней работе. Запустив данный значок, я просто перехожу в редактор, например. Сейчас, либо, если вы хотите использовать именно, вот видите, тут конференция, она даже если я сейчас открою через приложение, он мне должен показать, что это доступ только для платной версии. Да. Закроем. Ну, так, не будем. В любом случае здесь только платная версия работает. Попробуем, допустим, сделать быструю запись, например, нашего видео. То есть вам необходимо создать видео для ученика. Вот, вы когда нажимаете на создать видео, вы переходите к следующему. Соответственно, камера должна быть, если вы хотите, чтобы ваше изображение было видно, да, например, то вы, смотрите, настраиваете, вот у меня сейчас подключится камера моя, то в настройках, вот здесь внизу на панели, вы выбираете плавающий режим, где будет видно и вас, и окошечко, где будет показано то, что вы проделываете. Вот видите, у меня видео запустилось. То, что вы будете делать, да, на доске. Если вы хотите, чтобы не было вашего видеоизображения, вы просто выбираете другой формат, формат, то есть полноэкранный такой режим, где будет отображаться только то, что вы покажете, то, что вы будете печатать или встраивать на, так скажем, доску, да, на вот эту вот презентацию. Вот. Можно скрывать содержимое, например, если есть необходимость, например, если для начала вы ученикам про что-то рассказываете, и вам не нужно показывать, да, этого изначально, да, например, то вы просто сначала, вот, допустим, бегуночек убираете, потом вы бегуночек ставите, так скажем, на место, да, устанавливаете, и будет видно то, что вы будете писать. Сейчас я вам продемонстрирую, как это делать. Смотрите, для того, чтобы нам создать доску, на которой мы можем писать, да, например, или как он, слайд лучше, наверное, назвать, то мы нажимаем на вот этот вот значочек плюса на слайдике, вот, и пишем, например, там, не знаю, вот формат видео, да, мы пишем «Приветствую коллеги». Вот. И видите, у меня здесь вот мое видеоизображение, и тут же появляется тот текст, который я вам пишу. Вот. И смотрите, если я, конечно же, не хочу, чтобы было видно мое видеоизображение, я просто вот устанавливаю в другой формат, и вот здесь будет только видно то, что я буду на слайдах демонстрировать. Для того, чтобы, например, вот вы поработали с данным слайдом, хотите запустить другой слайд, например, то вы можете просто нажать снова на значок плюса, и у вас просто появляется новый слайд, с которым вы можете работать. Смотрите, на данный слайд можно загружать, можно печатать не только текст, но можно также и загружать картинки, да, изображения, например, визуальные, относительно, например, там, не знаю, того, той тематики, которую вы рассматриваете, либо, ну, можете поискать, например, допустим, свойства кислот, да, например, тема по химии, где вы изучаете кислоты, и вам необходимо, как бы, вот, например, какую-то тематическую картинку встроить. Ну, вот, ищите, и если что-то подходящее есть, то, в принципе, можете использовать. Либо добавить, вы можете картинку из, допустим, своего облачного хранилища, своего диска и так далее. Вот, если, например, с компьютера, то нажимаете на «Добавить изображение с компьютера», и здесь, нет, это не то, сейчас, секундочку. Вот они, картинки, например, открываю. Загрузилась картинка. Вот она, картинка в таком вот формате появляется. Конечно, формат такой немножко размытый, не очень качественный, но, тем не менее, это можно сделать. Вот, можно убрать содержимое, чтобы оно не мешало, например, далее, да, например, для разговора, можно как бы оставить. Вот, смотрите, также можно загружать и видео, допустим. Кстати, можно не только загружать, таким образом, вот, приложение открылось, а можно и перетаскивать. Сейчас мы как раз-то и сделаем. Например, у вас есть уже какая-то заготовка, да, у вас есть готовое видео, которое вы бы хотели для своих учеников загрузить, показать, продемонстрировать. Вы можете вот сюда его загрузить. Надеюсь, скорость позволит нам это сделать. Да, вот, видео мое прогрузилось, и ученик может, получается, просмотреть данное видео, нажав на значок. То есть, есть возможность в записи даже, поэтому, допустим, нажимаем и демонстрируем, да, например. Вот, смотрите. Но мы здесь не сделали кое-что еще основное. Здесь мы не поставили на запись. То есть, когда у нас идет запись, вот, начать запись, мы должны нажать на этот значок, мы сейчас нажали, и получается, я сейчас должна нажать на начать запись, и у меня вот идет отсчет, и когда отсчет закончится, да, все, теперь у меня идет запись. И все, что я сейчас проделываю, у меня будет записано в видео. Вот. Если мне нужно завершить запись, я просто ее завершаю. Запись завершена, например. Также можно здесь и демонстрировать свой экран. Допустим, для объяснения нового материала, может быть, какого-то, вы можете выбрать, допустим, там, папочку или вкладку, которую вы хотите продемонстрировать, да, и вот так. Вот. Ага, свернула. И вот. И та папочка, которая у нас как бы вот развернута, все то, что я вот сейчас буду делать, то есть в этой папке, да, например, переходить в разные папочки, это все будет отображаться, это все будет видно у ученика вот здесь вот на видео. То есть все, что я буду ему показывать, демонстрировать и так далее. Вот. Это такая вот возможность с демонстрацией экрана. Можно остановить демонстрацию экрана, например. Вот. Также есть возможность переименовать наше видео название. Вот так, что ты не хочешь продолжить. Не надо мне в приложении продолжать. Нет, нет, нет. Вот. Почему-то возможно. А, ну все. Хорошо. Следующий. Следующий. Так. Почему-то мне не хочет создавать новую. Так, ладно. Также здесь можно поменять вид. Можно также создавать заметки докладчика, например, если это необходимо. К примеру, да, вы можете. Но это, по-моему, только в платной версии доступно, если не ошибаюсь. То есть, да, вот, такое вот, если окошечко появляется, то, к сожалению, только платная версия позволяет создавать заметки. Но скажу сразу, что заметки, они вот тут вот сверху прописываются, и можно вносить какие-то заметки для себя. Ну, например, как мы, допустим, презентацию создаем, и в PowerPoint-е создаем заметки, да, например, для учеников, которыми они могут пользоваться, да, такие более подробные тексты, да, также и здесь можно это проделывать. Вот, и, например, это скрывать боковую панель, вот это вот справа, которую мы пользуемся, да, где мы создаем слайды. Вот, но мы ее сейчас не будем. Завершаем нашу запись. После того, как запись у нас завершена, у нас идет такое, так скажем, ну, вот, видео у нас создается, и вы его можете где-то подрезать, убрать ненужное, например, и попробовать сохранить. Вот, видео наше сейчас обрабатывается, и потом далее оно уже сохраняется. Вот. Это вот что касается видео, да. Конференцию, к сожалению, вот я бы с удовольствием ее продемонстрировала, но она у нас доступна только в платной версии. К сожалению, нет возможности ее в бесплатной версии вам даже показать. Вот. Ошибку какую-то выдает. Замечательно. Вот. Но вообще видео должно сохраниться. Мы сейчас даже можем его посмотреть. Вот он, черновик без названия. Мы можем изменить, нажать на вот эти три точки и посмотреть, что мы можем сделать. Можем отредактировать или удалить. К сожалению, да, тоже только доступ у тех, ну, только у платных версий есть для того, чтобы можно было создать видеоконференцию, либо там перенести в другую папку, ну, и так далее, и так далее. Здесь у нас только две возможности – это либо редактировать, либо удалить видео. Мы, к сожалению, можем сделать только это, бесплатной версии. Вот. Это что касаемо прямо записи видео, используя данный онлайн-сервис. Если мы переходим, к примеру, в Prezi Design, да, то здесь, как я и говорила, можно создавать инфографику, плакаты для различной тематики, например, также можно в рамках каких-либо, да, уроков, например, как домашнее задание, где ученикам необходимо, например, создать плакат, где он, например, о вот этих вот свойствах кислот, да, например, либо, может быть, там, инфографику тоже, да, какие-то причинно-следственные связи, которые выявляют, вот, и так далее, и так далее. Вот здесь тоже мы нажимаем вот этот вот значок, например, плюсика, и у нас открывается страница с шаблонами. Сейчас запустится. Где мы, конечно же, выбираем шаблон уже, непосредственно под тематику того, для чего он вам нужен. Вот. Различное множество здесь шаблонов для работы, огромное множество. Возможно, это вы, допустим, хотите на своем блоге или сайте, или в группе, может быть, ВКонтакте, да, который вы ведете для учеников, может, какой-то график разместить работы, может быть, какой-то там интересную информацию о каких-либо изменениях, может быть, там, не знаю, там, потепление у нас какое-нибудь, да, случилось. Давайте с вами там посмотрим, да, как это у нас на графике отражается по годам и так далее. То есть здесь вот такие вот у нас есть возможности для создания именно плакатов, шаблонов, инфографики и так далее для встраивания. Но здесь тоже большая часть функций доступна только в платной версии. Вот, например, мы открываем шаблон, мы его просматриваем, и если он нам подходит, мы его просто используем, нажимая на вот эту вот голубенькую кнопочку внизу. Мы, например, нажимаем на данную кнопку, мы даем ему название, пример. Здесь выбираем как бы... Перевод не хочет срабатывать. Ладно. Здесь выбираем, кому будет доступен данный плакат, либо всем в интернете, либо только мне, например, да, либо только по ссылке. Соответственно, видите, если по ссылке, то тут уже тоже какие-то есть ограничения для бесплатной версии. Соответственно, я выбираю, что он доступен всем в интернете. И, например, уже перехожу на страницу с редактированием, где я могу носить правки, да, изменения. Вот. Но, тем не менее, есть хоть и бесплатная версия ограничена некоторыми функциями, да, то, тем не менее, здесь можно все-таки что-то интересное, да, создать. Вот. У нас открывается вот такой вот редактор, где мы можем спокойно, допустим, ученик может менять и название, да, то есть менять и цвет, менять размер текста, менять вот эти вот иконочки, которые здесь имеются, да, то здесь вот такой вот режим редактирования, да, редактор вот здесь справа, пожалуйста, вы можете как бы им воспользоваться, менять все. То есть можно полностью здесь все поменять, оставить только такой шаблон, как бы структура, да, основную может быть линию вот эту. А все остальное можно менять под себя. Вот, смотрите, мы можем также использовать данный уже готовый, например, плакат, расшарить его, так скажем, и использовать его в презентации, посмотреть, как это будет выглядеть в режиме презентации у нас. Также мы можем использовать данный шаблон в видео, например, вот здесь можно даже посмотреть, как это происходит, каким образом идет встраивание шаблона, к примеру. Вот, есть такие вспомогательные чудесные видео, вот видите, вот такие вот шаблончики можно как бы вот вы встраиваете и как бы на видео, вот, пожалуйста, так как сейчас молодой человек он показал, вы можете просто их менять, например, там где-то вот показывать пальцем, что вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот такое вот, как бы, ну и рассказывать о том, что, например, может быть у вас здесь на плакате как бы отображено. Далее, сохранить в формате изображение, к сожалению, можно только в платной версии, можно использовать, презентовать видео, можно ссылочку на данный шаблон, на данную работу уже даже скопировать и предоставить как бы для работы, там, допустим, своим ученикам или коллегам. Вот, либо совместная работа здесь, допустим, я ввожу здесь адрес того, как бы, допустим, коллеги, с которым я хочу работать над данным плакатом и, соответственно, здесь выбираю, что он может делать, например, он может, если вносить какие-то правки, редактировать, значит, я здесь выбираю, что он может редактировать. Если просто просматривать, то просто просматривать и выбираю, вот, например, вот, это если, например, предоставить доступ для работы, например, совместная работа, о чем я и говорила. Вот, можно попробовать посмотреть, как у нас сохраняется, допустим, наша, видите, нет, сохранения у нас нет, шаблона посмотрим в JPEG, нет, нас сохранить можно в формате картинки, только в платной версии. Ну, вот такие вот ограничения, конечно, есть. Здесь, видите, есть вспомогательные вот такие вот шаблончики, в какой мы можем вставить текст или, может быть, диаграмму какую-то вы хотите поменять, например, можете вот сюда ее встроить, да, например, изменить размер, изменить там, допустим, цвет и так далее. То есть здесь вот так вот можно спокойно вот встраивать то, что вы хотите использовать. Вот, может быть, для каких-то математических, например, расчетов, чтобы это было видно там прям наглядно, да, для учеников по геометрии, может, какие-то уроки, графики, может, изучают, или это даже могут быть и занятия по географии, где изучают, может быть, численность населения или еще что-то, что-либо, да, или изменение климата. То здесь для такого более визуального отображения можно использовать вот такие вот замечательные графики, функции в данной вкладочке, да, вот, и так далее, и так далее. То есть здесь можно добавлять и картинки, можно добавлять и видео, которые вы можете также загружать как с YouTube, так и использовать готовое видео с своего рабочего стола, брать, да. Вот, это вот такие вот иконочки, которые вы можете точно так же загружать, да, на свой плакат, вот, в принципе, вот такое там по тематикам будет разделяться. И, соответственно, это какие-либо фигуры, да, например, тоже, я говорю, что удобно, да, для уроков по математике, там, например, геометрии и так далее. И можно, допустим, здесь есть отдельная библиотека в самом Prezi.com, куда вы можете загружать уже свои какие-то картинки, видео, которые вы будете пользоваться в дальнейшем. Ну, уже из библиотеки их прогружать, вот. Ну, и, соответственно, здесь есть возможность встраивания ссылок, здесь есть возможность, наверное, платная, да, для того, чтобы встроиться на сайт или блог, тоже нужна платная версия, это код, например, для встраивания уже непосредственно прямо в свой сайт или блог, чтобы это не просто было по ссылке пройди, а чтобы это вот прям встроено было красиво, например, на в группе, например, там какой-то график, да, в ВКонтакте, группа для учеников, и там вот график такой красивый, все встроено, вот, или, допустим, у себя в блоге где-нибудь, вот. И так далее, то есть можно вот такие вот возможности использовать. А это что касаемо дизайна. И вот видите, здесь тоже появляется у нас, если даже мы ее, как бы, ну, автоматически идет автосохранение того, что, как бы, мы с вами создаем. И вы всегда можете вернуться, отредактировать, скачать, ну, как вы поняли, что скачать мы не можем, но в бесплатной версии, вот, посмотреть ее, сделать копию, удалить и так далее. Или назначить с автором для совместной коллективной работы. Ну, и непосредственно переходим с вами уже к презентации, да, вот, к тому, что, как бы, в Prezi.com создается, наверное, чаще всего это именно презентации. Здесь тоже есть возможность посмотреть вспомогательные видео для работы, чтобы было понятно, как работать с презентациями. Вот, а если у вас, соответственно, есть созданные вами, то они здесь отображаются. Здесь можно посмотреть, как владельцы, или, например, те презентации, которые вам предоставили, допустим, ваши коллеги для работы. И вы можете, допустим, выбрать, так скажем, настроить все владельцы и посмотреть, какие презентации вам доступны. Не все владельцы определились со мной, те презентации, которые создавались не вами, а кем-то другим, и вы можете с ними тоже работать. Вот, смотрите, здесь уже у презентации больше возможностей. Здесь, если мы откроем, то, как бы, мы можем ее посмотреть, запись, строить видеоконференцию. Но видеоконференция сама по себе платная. Ну, и посмотреть, как бы, в качестве, там, видео, да, например, мы сейчас с вами можем, я сейчас зайду в саму презентацию, но перед этим покажу вам, например, как мы создаем презентацию, нажимаем на этот плюсик, и здесь у нас открывается библиотека с шаблонами, так скажем. Вы можете выбрать либо просто пустой, вот такой белый фон, и где у вас есть, так скажем, просто безграничное поле для фантазии и работы, вы можете придумывать, какие вы хотите, допустим, сюда встраивать слайды, да, каких форматов, в какой форме, какого цвета и так далее. Можно уже использовать готовые, но готовые тоже очень легко редактируются без всяких проблем, и, соответственно, вы выбираете уже и работаете именно с готовой формой, вот, к примеру, вот. И также можно посмотреть именно по тематикам, да, по определенным, какие вы хотите использовать. Вот, например, если мы выбираем вот такой вот шаблон, мы можем его для начала посмотреть, как здесь все у нас отлажено, как все здесь настроено и так далее, да, и уже если вас все устраивает, то вы можете нажать на «Использовать шаблон» и, например, дать ему название и, допустим, выбрать, кто у нас будет видеть данную презентацию, например, ну, как у нас тут кто-нибудь в сети. Если люди, с которыми я делюсь, то, к сожалению, только в платной версии есть у нас возможность. И, например, вот я нажимаю, что я буду работать с данной презентацией и пытаюсь подключить. Не хочет. Попробуем. Немножко связь. Ага, все. Вот у нас, получается, наша презентация, да. Здесь слева у нас также структура слайдов, да. Вы всегда ее можете здесь менять, то есть перетаскивать. Вот здесь именно менять местами, да, ваши слайды, какой будет первым, какой второй, вторым. Здесь для того, чтобы работать далее с вот этими вот слайдиками, да, так скажем, кругляшочками, вы просто приближаете, нажимаете, выбираете тот, с которым вы хотите работать, и выбираете Zoom, то есть приблизить, да, и переходите уже непосредственно на работу с данным слайдом. Здесь всегда можно изменить текст, но сразу скажу, вот, например, русский язык, например, при... Не хочет писать. Формат текста, который здесь установлен, он просто не распознает русский язык. Соответственно, нужно выбрать вот здесь вот в настройках формат текста, шрифта, точнее, который у нас распознает русский язык, и как бы все красиво у нас отображается. Такой шрифт есть, он называется Tinos, ну, если вот так вот просто по-простому его, да, вот, и видите, что у нас здесь мы видим то, что мы написали, например. У нас текст появился. Например, свойство кислот. Вот. То есть здесь мы используем именно, ну, вот я нашла только вот такой вот Tinos шрифт, который позволяет именно печатать и отображать на русском языке на слайдах. Далее, здесь, в принципе, редактор для текста похож на тот, что у нас в обычных текстах у документов, да, это Word, например, да, вы привыкли, думаю, с таким работать, поэтому не составит труда как бы здесь редактировать текст. Смотрите, теперь вот мы, допустим, приближаем. Так, я хочу посмотреть связь. Вот смотрите, у меня есть связь между вот этими двумя, так скажем, слайдиками. Я их тоже могу приблизить, это под темы. Мы можем создавать под темы у основной темы, и можем создавать у под темы еще под темы. Нажимаем на вот эту зелененькую кнопочку, и у нас у под темы еще появляется тема. То есть их можно до бесконечности создавать. Вот, соответственно, так же можно приблизить и отредактировать. То есть тут свет и все тому подобное. Вот, и посмотреть у нас связь, какая есть, допустим, между вот этими у нас. Вот видите, еще ближе, ближе мы можем просто углубиться, просто уходить вот так вот. Вглубь, вглубь, вглубь. И все. Вот, здесь, в принципе, как бы вот такое, да, получается. Мы можем посмотреть макет и посмотреть, как бы на то, как у нас вообще выглядит содержание. Что у нас, мы можем как бы выбрать тот макет, который нам кажется наиболее подходящим. Вот мне, я хочу показывать на своей презентации, а не на новой. Потому что... Так, мы сейчас отредактируем. Для того, чтобы тут уже текст был, да? Как бы удобнее получается. Загружать видео, загружать картинки. Это все можно. Без проблем. То есть так же, как мы привыкли работать в PowerPoint, у нас есть возможность загружать картинки и видео. Здесь. Хочу показать основное. Как идет встраивание презентации в видео. Для того, чтобы нам как бы время не терять. А именно хочу показать, как встраивается презентация в видео. Если честно, мне как бы понравилась. Интересная штука такая. Вот сейчас только загрузится это все дело. Как это будет отображаться, допустим, когда вы встраиваете презентацию в видео. Это интересно. Так, сейчас прогрузится все и покажу. Вот смотрите. У нас есть вот здесь кнопочки. В настоящее время это значит запустить презентацию. Запустить ее прямо вот сейчас. То есть с того места, на котором мы остановились. Мы хотим именно создать видео, используя уже готовую презентацию. Нажимаем на кнопочку создать видео. Здесь у нас предлагается два формата. Формат с лицом ведущего, так скажем. И формат без лица ведущего. Давайте выберем с лицом. Я нажимаю. И смотрите. Также можно выбрать, что вы хотите использовать. Что вы хотите сделать. Записать видео, используя данную презентацию. Или в прямом эфире рассказывать своим ученикам, допустим, про свойства кислот. И как бы демонстрировать презентацию. Мы, допустим, хотим. Ну, прямой эфир у нас не пропустит, потому что у нас нет возможности бесплатной версии. А вот запись экрана – да. Можно выбрать камеру. Допустим, я выбираю сейчас камеру. Мы попробуем записать наше видео. Когда возникают проблемы с интернетом, есть возможность перейти в версию на рабочем столе. То есть программа саму установлена. Вот смотрите. У меня появляется презентация на видео, да. Вот мы до этого с вами видео, когда создавали, да, рассматривали, то оно было просто. Вот мое видеоизображение и все. Я так понимаю, что тут мое видеоизображение не хочет появляться. Нет. Камера запускается. Отлично. Просто интернет не очень. Вот видите. И презентация, она вот, я такая сзади, за презентацией я могу показывать пальчиком на вот эти вот слайдики. Например, все слайды у меня здесь, вся структура слайдов, она сюда переносится, соответственно, их здесь видно. Вот, и я могу начать запись. Я могу, если, конечно, так. Так, но я могу здесь, по-моему, вскрыть боковую панель. Нет, мне надо было перенести. Нет, заметки мне тоже не надо показывать. Ладно. Не надо мне это. В общем, вот, сейчас мы только структуру нашу покажем. То есть я вот такая вот сзади, конечно, не совсем удобно, но, в принципе, подвигать немного презентацию можно, но далеко ее все равно не удвигаешь. Вот. И я могу начать запись. Я могу просто убрать свое видеоизображение. Допустим. Вот. И начать запись. И, соответственно, начиная запись. И уже, вот, и работаю с презентацией. Показываю, что, как и зачем. Я ее демонстрирую, например, да. Вот, например, мы можем... И рассказываю. Или уже со своим видеоизображением я вот так вот ее вот отодвигаюсь и как бы здесь рассказываю и показываю, может быть, где-то пальчиком, да. Например, если это какие-то диаграммки, то я могу показать верхнее, там, например, нижнее и так далее. Но мое видео, да, оно будет за, получается, презентацией. За вот этими вот слайдиками. Не спереди, а сзади. Я не могу тут, как бы, показателей в реальном, да, на что-то там ткнуть на слайдике. Да, вот такой вот, как бы, момент. Вот. Если вернуться нужно в самой презентации к домашней странице, к основной, к первой, то мы нажимаем на значок домика. Вот. Когда у нас идет запись, как вы поняли, у нас недоступны вот эти вот функции в презентации, вот. И поэтому мы им пользоваться не можем. Завершаем нашу запись, например. Вот. Ну, соответственно, она у нас обрабатывается и так далее. То есть тут, как бы, все, как мы с вами до этого и рассматривали. Вот. Это если мы встраиваем саму презентацию в наше видео. Также презентацией можно поделиться. Делиться мы можем также в настоящее время. Допустим, мы запускаем презентацию с того места, на котором мы остановились. Это и есть. То есть это демонстрация презентации, так скажем. Можно посмотреть ссылку, если есть необходимость, да, например, ссылочку кому-то предоставить. Мы нажимаем. И здесь копируем ссылочку на вашу презентацию. Далее вы можете предоставить доступ. Точно так же опять вот смотрите, у меня здесь, например, есть доступ еще одного моего, например, коллеги, которому я дала права только комментировать. Он не может редактировать мою презентацию. И он является соавтором, но только может комментировать. То есть здесь можно вот как бы тоже предоставлять доступ к ссылке и, соответственно, работать над презентацией совместно. Можно работать, ну вот это про изи видео, это записывать видео. Можно, как я говорила, в прямом эфире, но это доступ только в платной версии. Да, вот видите, у меня сразу сообщение появляется. Вы можете всегда менять сами. Вот видите, вот я нажимаю на сами, так скажем, слайдики, да, вот эти вот. И у меня видны вот эти вот связи. То есть эти желтенькие линии, это и есть связи. То есть от какой куда. Здесь я вот эти вот линии поменять местами не могу. Ну, я могу поменять местами только вот здесь. То есть если я вот здесь поменяла, то тогда у меня слайды будут как бы, ну, по-другому запускаться, так скажем, да. Другая структура уже будет. Вот. Он меняет. Вот. Далее. Здесь как бы всегда можно изменить все вот эти вот вспомогательные, дополнительные элементы, квадратики и все тому подобное. Можно изменить и анимацию у слайдов, например, нажав на данный значочек. Вы можете, тут только четыре, конечно, варианта, то есть исходя из того, какой вам больше понравится, вы можете выбрать, да, какую анимацию вы бы хотели применить к данным своим слайдам. Вот. Также можно посмотреть еще предварительный просмотр вашей презентации, если нужна такая необходимость, да, как она будет выглядеть, когда вы ее создаете, да, допустим, особенно совместно. Вот. Если мы перейдем к стилю, то здесь можно посмотреть следующее. Можно изменить сам задний план, то есть картинку. Можно изменить формы. форму темы. Давай. Ну что ж такое-то он не сегодня вообще. Вот, видите, да, то есть я нажимаю, у меня поменялось на вот такие ромбики. Здесь он мне предложил. Снова нажимаю, у меня здесь изменится на вот такие вот параллелограммы, например. Можно изменить цвет. Здесь выбрать, вот, к примеру, мы выбираем цвет. Ну, например, я хочу поменять. То есть это все делать можно без проблем. То есть вот в таком вот варианте у меня будет розово-серым, да, например, цвет. Далее текст. Ну, с текстом я вам говорю, что здесь, к сожалению, русский язык, не каждый шрифт отражает так, как надо. Вот. И фирменный комплект. То есть брендинг здесь тоже доступ только у платной версии. И тут, как вы видите, нужно получить еще и лицензию от Teams. Вот. Это что касаемо вот этих вот изменений визуальных. Вот. А про, еще раз повторяю, а про вот эти вот связи, которые между слайдами здесь, мы их меняем только вот таким вот образом. То есть меняем структуру, и у нас идет как бы демонстрация от одного к другому. Вот, например, я хочу просмотреть, сделать предварительный просмотр. И у меня вот сейчас начинается, видите, первый слайд вот этот теперь. Потом идет переход, как бы, ну, здесь все понятно, он идет переход по всем вот этим вот нашим подтемам. И вот потом он уходит вот на первый слайд, так скажем, другой, да. То есть вот здесь мы меняем вот эту вот структуру саму нелинейную. Только здесь мы можем это сделать. А нелинейность еще заключается в том, что у нас есть возможность создавать не просто темы, да, слайды вот эти большие, крупные, а подтемы, и у подтемы еще подтемы. Вот она вот за счет этого получается совсем нелинейная наша презентация. Вот. Сейчас я отвечу на вопрос, сколько стоит. Так, мы сейчас посмотрим. Я уже, если честно, где-то в настройках. В настройках. В настройках это видела. Стоимость наших платных версий. Пытаясь найти. Потому что давно не было, как бы, такой задачи посмотреть именно платные. Там единственное, я хотела воспользоваться сама, попробовать. Есть возможность воспользоваться 7 дней бесплатно вот этими вот какими-то расширенными функциями. Но там нужно вводить, соответственно, я думаю, что если вы работали с такими продвинутыми сервисами, то нужно ввести там номер карты и так далее, данные свои. Ну, вот, как бы, я на счет этого такая аккуратно стараюсь. И поэтому я не стала оформлять вот эту вот подписку на 7 дней бесплатную. Вот. Поэтому как бы вот так вот. Не могу найти, где у нас платная версия. Сейчас посмотрим. Вот прямо не могу. Вот оно в начале где-то у меня было, когда я регистрировалась, что необходимо. Ну, вот он фирменный комплект. Мне это не нужно. В общем, и там стоимость стояла в долларах. Сразу скажу. То есть, как бы не просто в рублях, а именно в долларах. У нас стояла... Не найду вам сейчас. Не помню, где я ее увидела. Но где-то я, когда работала, натыкалась на то, где можно посмотреть платную версию. Сейчас не вспомню. Честно. Нет, не вспомню, где платная версия, коллеги. Короче говоря, не могу найти, где находится платная версия. Поэтому уже самостоятельно, когда начнете работать, там при регистрации будет возможность. Там, получается, когда вы регистрируетесь, заходите, выбираете, заходите. И там, по-моему, сразу нужно будет выбрать, ну, к примеру. Ну, я, наверное, сейчас даже если выйду. Там необходимо выбрать, в качестве кого вы собираетесь работать с данным онлайн-сервисом. Вот. В качестве, вот он, ценообразования. Нашла. Это на стартовой странице. Вот он. Да. Видите, ценообразование. Вот оно следующее, да. То есть базовый формат работы, базовая подписка. Она бесплатная, что она предоставляет, да, в пользование. И там плюс, и премиум, и здесь можно посмотреть, что у нас в базовой, да. Вот видите, здесь в базовой можно только, ну, вот если даже в видео, да, посмотреть, что можно сделать. Это 15 минут видео, ограничение одного, да, допустим. И не включение. В общем, тут все ограничено в бесплатной версии, к сожалению. Ну, и здесь вы уже смотрите, да. Да, например, 12 долларов в месяц посчитать можно, да, сколько это есть, там, по на курсу, может, там, на 70, да, с копейками рублей. И посмотреть, что как бы вот здесь. Вот. И что выгоднее оформить, плюс или премиум. Вот. Потому что в премиуме будет доступно все. И здесь, соответственно, нужно выбирать. Это либо индивидуальная подписка, либо это студенты и преподаватели. Например, если это, соответственно, для преподавателей, для учителей, то это удобно, конечно, вот эту, да, подписку. Здесь она, как вы видите, и дешевле обходится. Вот. То есть здесь есть несколько вариантов подписок. Ну, и бизнес, да, например. Вот. Все. Слава богу. Нашла, где у нас про деньги говорится. Вот. Если зарегистрироваться, то раз уж я вышла, я вам продемонстрирую, то вы можете либо здесь все, в принципе, ввести изначально и зарегистрироваться на какую-то определенную электронную почту, да, например, либо выбрать уже какие-то аккаунты, с которыми вы работаете, и, так скажем, на основании этих аккаунтов работать в данном онлайн-сервисе. Вот такой онлайн-сервис, коллеги, пробежалась, да, 3 доллара в месяц, правильно. Там указана стоимость за месяц. 3-4 доллара. Более премиум-версия, она 4 доллара, получается, стоит. Сервис, там достаточно как бы огромный функционал, но этот огромный функционал, к сожалению, доступен только, вот как вы заметили, в платной версии, и поэтому как бы в бесплатной версии есть ограничения. И показать, вот хотелось показать, конечно, именно вот эти более расширенные функции, но нет возможности, потому что это все бесплатно мне доступно. Вот. Единственное, что хочу сказать, что 5 лет, допустим, даже нет, больше, почти 10 лет назад, когда я создавала презентацию в институте, учащаясь еще там для своего диплома, создавала презентацию на защиту дипломов, про языком я создавала презентацию, таких расширенных функций не было точно. Не было возможности создания видео, не было возможности создания плакатов, и редактор, этот конструктор самих слайдов, да, он выглядел совершенно по-другому. Сейчас, когда я снова как бы зашла на этот онлайн-сервис, я просто была в таком приятном шоке, когда увидела, что оказывается здесь есть теперь возможность, ну, видимо, разработчики постарались максимально идти в ногу со временем и с тем, что сейчас у нас вот такой дистанционный режим работы, и они разработали как раз-таки вот эти вот дополнительные функции по встраиванию презентации видео, по общезаписи видео и по созданию видеоконференций, и плюс еще использование данного онлайн-сервиса в рамках программ Zoom, там, например, и так далее, которые у нас мы используем в основном для видеоконференций. Вот, для учителей это достаточно удобный сервис, потому что здесь можно не только презентации на уроке, допустим, да, демонстрировать, то есть даже это удаленно, да, вы проводите урок, не только с учениками работать, но это и работа, возможно, для управленцев, где есть возможность создавать вот эту вот инфографику, да, и ее тут же презентовать, допустим, да, для своих коллег. Здесь есть возможность создания портфолио. Портфолио не просто в обычном, например, как мы привыкли, да, это текстовый документ, или это та же презентация PowerPoint, а портфолио в более таком именно интересном стиле, лаконичном стиле, необычном стиле, где вы можете создать вот эту видеопрезентацию, да, простите, просто презентацию, да, вот, с различными, там, допустим, блоками, переходами, вот этими вот там нелинейными и так далее. Вот, это портфолио, к примеру. То есть здесь не только учебная работа, но и такая, так скажем, организационная какая-то работа также может быть организована. Вот, коллеги, вот такой вот онлайн-сервис, если есть вопросы, готовы выслушать и ответить. Коллеги, если есть вопросы, то задавайте буквально там, минуточку. Если нет, то мы будем с вами завершать наш вебинар. Ну, коллеги, я так понимаю, что вопросов нет. Еще раз повторю. Пожалуйста. Коллеги, еще раз повторю то, что данный онлайн-сервис все-таки позволяет работать совместно. Как вы увидели, там есть возможность приглашать по почте своих, да, коллег или учеников, и есть возможность предоставлять ссылку для, допустим, того, чтобы с данными презентациями могли поработать ваши ученики. Коллеги, ну, коллеги, спасибо большое вам за подключение. У меня на сегодня все. Ждем вас в следующую пятницу в 14.00 снова в нашем онлайн-кафе 64 Зерна. Запись на все наши встречи вы можете найти в нашем сообществе «Цифровая среда образовательной организации» на сайте дистанционного обучения «Красноярь». Я сейчас вам в чат организатор вебинара отправит ссылочку на данное сообщество. Можете подписаться и быть в курсе всех тех тем, встреч, которые мы проводим в рамках нашего онлайн-кафе. Мы все это отражаем в этом сообществе. Также для того, чтобы быть в курсе всех тех мероприятий, которые проводит наш институт повышения квалификации, в том числе и наш Центр дистанционных образовательных технологий, подпишитесь на социальные сети ВКонтакте, Инстаграме или Фейсбуке, где вам удобнее, где вы чаще всего, так скажем, находитесь, и будете в курсе всех тех мероприятий, которые проводит наш институт. Еще раз большое спасибо за уделенное нам время. Желаю вам хороших выходных и всего доброго и до свидания. Продолжение следует...